История фестиваля началась в 2002 году. По инициативе главы администрации Ильсура Мешина в Нижнекамск съехались журналисты из 15 телерадиокомпаний из близлежащих регионов и Татарстана. Уже на следующий год культура в эфире приобрела статус открытого поволжского фестиваля и собрала творческих работников более чем 50 телекомпаний со всей России. В Татарстан приехали специалисты из Калининграда, Салихарда, Петрозаводска, Астрахани, Москвы и Санкт-Петербурга. Я часто очень сталкиваюсь с тем, что ко мне на интервью приходят люди, которые вообще не читали букваря иногда. Они начинают задать такие вопросы, от которых мне стыдно занять. Я начинаю читать лекции по тем или иным разделам искусства. На борту теплохода Александр Суворов в течение двух дней журналисты, операторы и режиссеры общались, обменивались опытом работы и обсуждали перспективы развития культуры на российских телеканалах. Люди понимают, что они могут просто куда-то послать, чтобы обсудили твою работу, ведь это же больше всего не хватает нам. Все делают, а отклик послать на ТЭФИ, что-то сказать, это очень мало реально, хотя все больше становится реальным. В состав жюри фестиваля входили ведущий Первого канала Андрей Батурин, обозреватель НТВ Антон Хреков, режиссер и продюсер Андрей Козлов и многие другие. Известные специалисты проводили мастер-классы для журналистов, а по итогам фестиваля лучших награждали в номинациях «Лучший телевизионный репортаж», «Цикл телепередач», «Телефильм», «Информационная программа», «Режиссер и оператор». Бронзовую статуэтку символа фестиваля Дон Кихота получил и культурный обозреватель канала «Эфир» Дмитрий Пивоваров. Получить спецприз жюри от заведующего кафедры телевидения Московского университета Сергея Александровича Муратова почетно и приятно вдвойне. Тем более, что в жюри были такие персоны, как Нина Зверева, Владислав Лерковский, представители газеты «Известия», канала «Культура», то есть непосредственно журналисты практики. Фестиваль «Культура» в эфире позиционировался как своеобразный вызов многим телеканалам, которые полностью исключили из своей сетки вещания культурные программы. К сожалению, просуществовал он недолго. Последний раз Нижнекамск собирал участников и гостей фестиваля в 2007 году. К тому времени его идейный вдохновитель Ильсур Мершин поменял кресло градоначальника на аналогичное, но в Казани. К тому же грянул экономический кризис и фестиваль закрыли. Но о нем до сих пор помнят те, кто считает своей миссией нести с экрана разумное, доброе, вечное.